Больше сотни семей в селе Патруши оказались в безвыходном положении. Люди живут в недостроенном доме, без воды, электричества и канализации. И оттуда их могут выселить. Почему? Разбиралась Екатерина Паршакова. Сначала по узкому переходу, затем по заросшему полю. Такой путь жильцы этого нового дома проделывают каждый день. Для того, чтобы просто набрать воды. Подходим к охраннику, просим, включен, идет нам, открывает ее. Набираем воду, соответственно, за нами сразу закрывает и все. В этот раз, увидев камеру, охранник ключи не дал. Идем обратно с пустыми бутылками мимо местного туалета. В качестве туалета представлен только такой вариант. Либо еще есть вариант входить в лес. Во дворе горы щебенки и бродячие собаки. Мусор здесь не вывозят уже два месяца. С тех пор, как застройщик этого дома признали банкротом. Индивидуальный предприниматель Васильев. Именно с ним жильцы заключили договор на строительство. Успел только построить здание. Но никаких коммуникаций не провел. Не выдал и документы о собственности. Когда жильцы массово пошли к юристам, то поняли, добиться правды будет непросто. Сказали, что это недострой. Квартиры получить невозможно. Только возврат денежных средств. И то не факт. Так как очень много фиктивных кредиторов, которые встанут в реестр. И денег на всех не хватит. Этот дом словно замок с привидениями. Половина квартир стоят открытые. В каких-то живут люди. Например, Юлий идти просто некуда. Ее однушка в этом доме в Патрушах стоит по договору 700 тысяч рублей. Она заплатила половину и 300 тысяч вложила в ремонт. Эта квартира у меня куплена в кредит. И снимать квартиру дальше, продолжать другую квартиру снимать, я просто не позволяю себе финансово. Потому что я рассчитываю за кредит. Эта квартира напоминает кукольный домик. Внешне все красиво. Сделан ремонт. Но батареи здесь никогда не работали. И никогда не горели лампочки. В офисе компании застройщика нам пояснили, что директор Алексей Васильев далеко за пределами области. А юрист сейчас готовится к процедуре банкротства. Он заявил, чтобы оформить квартиры в собственность, люди должны за них полностью рассчитаться. Ведь большинство приобретали недвижимость в рассрочку. В связи с законом о банкротстве лицо вправе требовать недвижимость, если договор, в котором эта недвижимость приобреталась, оплачен полностью. Если договор не оплачен полностью, лицо вправе требовать только денежные средства. Но жители боятся отдавать сотни тысяч рублей банкроту. Выяснилось, что с Васильевым люди заключили лишь предварительный договор, по которому свои деньги и потребовать не смогут. Насколько я знаю, граждане заключали договоры с ИП Васильевым в форме предварительных договоров. То есть эти отношения не оформлялись в соответствии с федеральным законом о долевом участии в строительстве. Те механизмы защиты, которые сегодня действуют в 2014-м федеральном законе, предусматривают фактически стопроцентную компенсацию. Получается, что люди живут на птичьих правах. Документов о собственности нет. Земля принадлежит ИП Васильев. И в случае банкротства может быть продана. Юристы предлагают спасаться утопающим самим. Может быть, тем людям, которые живут в строящихся домах, будет проще скинуться, погасить его долги и самостоятельно оформив свои права на недострой, осуществить дострой этого жилья, ввести его в эксплуатацию и дальше жить. Это уже не первый дом, который индивидуальный предприниматель Васильев не довел до ума. В Большом Истоке, например, новоселы тоже до сих пор не могут получить свои квартиры в собственность. С исками в суд на застройщика обратились уже несколько десятков человек. Против Алексея Васильева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Екатерина Порошакова, Сергей Чайков и Леонид Маслов. События ОТВ.